Добрый день! Разрешите поприветствовать вас от имени по причине министра сельскохозяйства и продовольств Ростовской области Константина Николаевича Рачаловского. Хотел бы, во-первых, сказать, что эта конференция проходит, во-первых, в такой, как бы сказать, неформальной обстановке. Многих здесь вижу специалистов из наших хозяйств, приехали даже с другого региона. Это очень отрадно, потому что у нас как бы-то всегда официально приезжают люди, и это как бы заставляет их напрягать, заставлять, а здесь сами приехали, значит, значимость этой конференции, я думаю, будут положительные результаты. Буквально пару слов о тех поддержках, которые сейчас у нас имеются в Министерстве хозяйства и продовольств Ростовской области на поддержку животноводства, в том числе и результаты, которых добились мы за прошедший год. Ну, если сказать в целом по животноводству, то по голове крупного рота скота во всех категориях хозяйств по итогам работы за прошлый год находится на уровне прошлого года, это 635 тысяч голов, в том числе коров, всего коров более 300 тысяч. Ну, здесь маленькие нюансы о том, что в сельскостреприятиях и в КФХ у нас всего 235 тысяч голов, то есть процент значительно небольшой от коров. Поэтому у нас основная, конечно, нагрузка ложится на личное подсобное хозяйство, и в связи с этим предпринимается много шагов для того, чтобы как-то улучшить жизнь наших сил. Значит, по производству мяса в живом весе в прошлом году было произведено 380 на 1000 тонн. Здесь обстоят дела намного лучше, потому что у нас запущенную в прошлом году и вышли на полную производственную мощность. Это у нас 2 предприятия – Идюшкин двор, Новые Тюнные фермы и Ростовский бройлер. Это практически 41%, они от всего производства мяса производят эти 3 предприятия. Особое внимание правительство Ростовской области уделяет развитию животного уста, особенно молочного животного уста. Так, например, за прошлый год на поддержку животного уста всего было выделено более полутора миллиарда рублей. Все денежные средства, особенно в полном объеме, у нас имеется 5 поддержек чисто, на молочное животного уста 6 поддержек, из них 3 из областного бюджета. Из областного бюджета у нас выделяются огромнейшие деньги, я сейчас по каждой поддержке в общем скажу. В целом на поддержку животного уста у нас представляется 11 субсидий. И по значимости, значит, следующее там. Субсидия на поддержку собственного производства молока у нас в прошлом году, в этом году уже выделено 237 миллионов рублей. Практически в пределах 2-3 рублей была субсидия на 1 литр произведенного молока. Поддержка существенная, поэтому у нас в сельхозприятии, крестьянское фермерское хозяйство у нас идет рост молока. 1-2 процента, но тем не менее, по сравнению с предыдущими годами, это значительный рост. Далее идет у нас субсидия на поддержку племенного животного уста. Племенного животного уста, у нас сейчас рост идет племенного животного уста. Сейчас у нас всего 24 тысячи 400 условных голов племенного скота. Если, например, взять в прошлом году, у нас получило статус племенной организации 4 организации. В том числе из них 2 малышего направления. По голову у них в пределах 200-250 голов, но тем не менее, это уже результат. Поддержка на поддержку племенного животного уста у нас было выделено 230 миллионов. В том числе, если на одну условную голову, то в среднем у нас в прошлом году было 11,5 тысяч рублей на одну условную голову. В этом году у нас немного снизилось. Это снизился этот показатель 8,5 тысяч на одну условную голову. В связи с тем, тоже идет увеличение племенного маточного поголовья. Ну, в следующем у нас поддержка есть на уплату страховых премикс. На эту поддержку тоже у нас выделяется с каждым годом все больше денежных средств. Где-то в этом году уже 25 миллионов рублей. Следующая поддержка, она очень действенная, это на приобретение племенного молодняка молочного направления. Это денежные средства выделяются с областного бюджета уже на протяжении 5-6 лет 90 миллионов рублей. Средний возврат за одну голову у нас составляет 80 тысяч рублей за одну голову. В прошлом году молочного направления у нас телок-нетелей приобретено 1200 голов. Из них 80% это по импорту. К сожалению, по импорту, потому что там, ну, видно, генетика, все это чувствуется. Потому что, ну, и как результат у нас племенных предприятиях, самые большие удои, это у нас 12,5 тысяч удои на одну фуражную корову. Это у Вера Матвеево-Кувранского района. Остальные предприятия, 4 предприятия, у них более 10 тысяч килограмм удои на одну фуражную корову. Поддержка еще у нас очень действенная с областного бюджета, это на приобретение молочного оборудования. В прошлом году на эти цели у нас было выделено 65 миллионов, все денежные средства освоены. Ну, там, в прошлом году, почему было внесено изменение на приобретение молочного оборудования, возврат был 50%. То есть, если покупается в дальнюю страну, у кого за 20 миллионов, 10 миллионов возврат идет. На роботизированную ферму 70% идет возврат. Тоже есть уже у нас представители Колос, есть 5-6 хозяев, которые уже приобретали роботизированное оборудование, возврат 70%. Это существенная поддержка. Ежегодно где-то 15-16 хозяев проводят модернизацию ферм. В этом году у нас Вера Матвеево-Кувранского района заказала полностью карусель. Вот она на днях должна прийти, будет возврат, стоит она так 44 миллиона, будет возврат 22 миллиона. Родина Матвеево-Кувранского района уже заказала две дейдерных установки. На приобретение племенного молодняка мясного направления у нас выделяется из областного бюджета, из федерального бюджета 60 миллионов. В прошлом году у нас было приобретено 2600 голов крупного ротовского мясного направления. Возврат был 28 тысяч на одну голову. Эта поддержка, кстати, существенная, она действует и видно увеличение крупного ротовского мясного направления. Сейчас я скажу еще по какой причине. У нас уже на протяжении четырех лет с областного бюджета выделяется субсидия на поддержку мясного жертвного отца, то есть на одну корову мясного направления. Была раньше давшая теленка, сейчас просто на начало года. И с учетом неснижения поголовья мы даем в пределах от 5 до 8 тысяч на одну голову мясного направления. И так, например, за 5 лет, если быть точнее, с 30 тысяч мясного скота в крестьянско-фермерском хозяйстве, сейчас поголовье у нас составит 83 тысячи коров. То есть почти в 2,5 раза. Поэтому в прошлом году губернаторам было принято решение о выделении денежных средств 167 миллионов на поддержку молочного жертвного отца, то же самое на одну корову, давшая теленка, молочное только направление. Это на крестьянско-фермерском хозяйстве и на сельхозпредприятиях, включая даже племенные, вот в этом году будет. Поэтому эта субсидия где-то будет в пределах 6 тысяч на одну голову. Еще у нас поддержка, вот она уже 2 года, это на поддержку производства курильного мяса. Это значит у нас она выделяется, в прошлом году было 600 миллионов, выделено с областного бюджета, позапрошлым 600 миллионов, в этом году 300 миллионов. На развитие птицеуса, потому что она у нас была утеряна в связи с банкротством этой организации. Поэтому сейчас, я думаю, в этом году уже хозяйства вышли на производственную мощность. Каждое предприятие, вот Утина ферма, Индюшкин двор и Ростовский бролер, они производят в пределах 60 тысяч тонн ежегодное мясо. Это основные производители мяса по нашему региону. И здесь вот тема вашего совещания, я посмотрел, корма и деньги, и очень много задают вопросов, почему, когда будет возврат за деньги, как раньше было давали на ЛПХ, но это как бы на приобретение кормов. Но, к сожалению, не все так просто получается, например, даже если в этом году мы уже практически около 800 миллионов отдали уже всем сельхозно-производителям, животноводам. А около 800 миллионов это и на племенной животноводство, и на приобретение, и на содержание уже денежные средства отдали. Ну, есть сроки по остальным минсельхозам России. Но в чем здесь сложность, вот тема вашего совещания, на корма, почему не даются на корма. Как раз вот эти вот все субсидии, они привязаны чисто 100% к кормам. Если мы раньше сюда затраты брали и электроэнергию, и солярка, ну, горючие смажные материалы, все. Сейчас практически идет только два направления, это приобретение кормов, корма собственного производства и прямая затрата. Прямая затрата, доярка, чисто доярка только может получить все, идут затраты. А трактористы уже все, потому что идет смешанные затраты, уже нет такой прозрачности. Есть, конечно, здесь сложности, поэтому сказать то, что вот мы выдаем на одну словную голову, ну, фактически мы выдаем, возмещаем затраты на приобретение и производство кормов. Это буквально по всем направлениям. Ну, если сказать по результатам работы за первый квартал, можно сказать следующее. Поголовье крупного рта скота во всех категориях, там, 101,3% к уровню прошлого года. Я не люблю эти проценты, особенно в середине года, в начале года, потому что есть приплод, реализация, все. Это более-менее недостоверные такие данные. Точные данные – это начало и на конец. Но, тем не менее, с уверенностью можно сказать, по прошлому году, по первому кварталу, у нас идет рост поголовья коров в сельхозпредприятиях 102% и в крестьянско-фермерских хозяйствах 103%. Это рост идет, и поэтому удой молока за первый квартал по сельхозпредприятиям вырос на 300 литров в крестьянско-фермерских хозяйствах на 220 литров на одну фуражную корову. Но, вместе с тем, есть небольшое снижение в личных подсобных хозяйствах. Есть здесь причина, конечно, там и по ситуации полейкоза, все мы прекрасно знаем, от него никуда не денется. Сейчас такие условия, что надо от него избавляться, потому что это здоровье нации, здоровье людей. Как бы первоочередная задача. Поэтому и было принято решение выделить денежные средства на развитие молочного жидкости со 167 миллионов. Я думаю, что это будет действенная субсидия. Сейчас мы разослали информацию по всем районам. Нам нужна сейчас точная информация, кто будет подаваться на субсидии. И потом уже от этого будем мы иметь, в том числе в крестьянской ферме, точную цифру, которых мы имеем в животном молочного и мясного направления. Еще в связи в это хочу сказать, что будет скоро совещание, будут выделены денежные средства. Это будет ветеринарией у нас заниматься по мечению животных. Это должно быть пройти мечение во всех категориях хозяйств. Это обязательно стопроцентное мечение. Для того, чтобы понимать картину и здоровье здесь, и понимать реальную картину того, что у нас есть. Чтобы мы могли наконец-то оттолкнуться от реальных цифр. Если взять по одним районам, например, по Орловскому району, там у них идет рост. Почти на 30-40% мясного скота. В других районах меньше. Взять, например, Матвей-Куранский район или Родион-Аниститайский. Да, если холодные не пришли, пожалуйста, у них сейчас холодные около 200 тысяч гектаров земли, а, безусловно, животноводства нет ни одной головы. Растеневодство идет вверх, а животноводства нет. Я вас прекрасно понимаю, что вы всегда на совещании говорите, что скоро животноводство будет востребовано. Я понимаю, что будет востребовано. Но та интенсивность распашки земель, конечно, чуть-чуть, чтобы она не опережала. И особенно по Востоку сейчас очень простая ситуация, по овцеводству. Вот сейчас у нас будет выставка в Дагестане племенного овцеводства. Ситуация очень сложная. У нас сейчас 11 племенных предприятий, так сказать, генофонд советского мериноса. Если он утерян будет, больше, кроме Ростовской области, этого мериноса нет. Ну, в Ставропольском крае есть, но там чуть-чуть другое направление. Потом сейчас мы как-то, и, кстати, я, извиняюсь, упустил, что касается овцеводства, у нас с областного бюджета выделено 99 миллионов на производство мяса крупного рота скота. 16 рублей за 1 килограмм, если крупный рота скот сдается на мясокомбинаты Ростовской области, мы 16 рублей, мы доплачиваем за каждый килограмм. И в этом году ввели еще дополнительно 30 миллионов на овцеводство. Если будет животное, овца будет сдана на мясокомбинат Ростовской области, 30 рублей за килограмм живой массы будет доплачиваться. Уже есть желающие, уже у нас пошли сдавать на наши мясокомбинаты, где-то около полутора тысячи уже есть, сдали по голове. Поэтому это тоже будет действенная поддержка. Ну, в целом, в принципе, ситуация так вот складывается. Друзья, есть вопросы? У нас такой порядок традиционно, что после каждого выступления есть возможность задать спикеру вопросы. Геннадию Петровичу есть вопросы у присутствующих? Геннадий Петрович, вот корма стали дешевле, но имеется в виду, прежде всего, фуражная часть сейчас. Чувствуете вы, что это стимулирует животноводство в Ростовском области? Это же все временное явление. Одно, конечно, одно поняло, закупочная цена сейчас на молоко какая? Она снизилась во многих районах, есть даже на 2, на 2,5 рубля снизилась цена. Поэтому этот рынок от этого никуда не денется. В целом, рентабельность, если, например, что касается молочного животноводства, мы племенные предприятия проверили по молочному, у них где-то в пределах 30-35 всегда до 40% уровень рентабельности был. А за последних 2-3 года, надежда не дается врат, уже ниже. Каждый год где-то на 5-7-10% рентабельность падает. Да, там на 1-2 рубля зерновые понижаются. Насколько поднялась жмых, шарот, соевый, пропилен, ликоль. Они почти в 2 раза поднялись. Почти в 2 раза. Если раньше стоили 30 рублей, сейчас по 70 рублей. И почему... Конечно. И почему сейчас еще... Ну, одно из условий, представление субсидий, это федеральные условия, мы от него никуда не денемся. Затраты и корма должны быть приобретены именно в текущем финансовом году. А многие хозяйства, они, например, после урожая подсолнечника, они закупают ее впрок, про запас. А это уже не идет. Есть много вопросов, писали мы письма на федеральный уровень, чтобы как это урегулировать. Ну, нам разрешили 4-й квартал, приобретение 4-го квартала, исписанного в текущем финансовом году. Это уже как-то есть помощь хозяйству. Поэтому существенное влияние есть, но не так, чтобы было реально это все. Геннадий Георгиевич, вот еще вопрос. По молоку в стране ситуация лучше, чем по колядине. По колядине хуже. Тем не менее, вот я обратил внимание, что министр наш, он говорит, что деньги, вырученные от пошлины зерновой, они в первую очередь предоставляться будут молочным хозяйствам, у которых есть молочное стадо, а во вторую очередь тем, у которых есть зуб, мясное. Вот этот парадокс, как вы объясните? Ну, здесь, скорее всего, приоритет молочного животноводства. Поэтому в этом году уже субсидия была предоставлена всем молочным предприятиям, которые сдавались зерно за январь-февраль, которые было сдано зерно, им по 2 рубля за каждый килограмм уже субсидия предоставлена. Сейчас на федеральном уровне уже выделены денежные средства, они сейчас должны там пройти определенную процедуру. И на регионы спуститься, и будет на мясное животноводство давать. У кого есть мясное животноводство, во вторую очередь. В прошлом году на всех совещаниях была чуть-чуть неразбериха, потому что кто подал, не подал там сумму. Поэтому сейчас определили на федеральную умную 2 рубля за килограмм давать зерна, на молочное, потом идет мясное. Ну, все по очереди, по значимости, скажем так. Но эти денежные средства будут предоставлены однозначно. Да, по 2 рубля за определенный промежуток времени сдают и все. Что останется раз с ним? Нет, они уже добавили, сделана заявка на дополнительный. Конечно, конечно. На те объемы, которые уже реализованы, в зависимости от хозяйства. Геннадий Петрович, денег, выделенных на зерновую субсидию, обычно не хватает. А по субсидиям, которые Вы перечислили, на молоко, компенсация за приобретенное оборудование, все заявители получают субсидии? Или где-то не находят деньги на хозяйство? Ну, если реально сказать, за предыдущих 3 года, по приобретению племенного ладоняка мясного направления, было у нас 2 случая. Нельзя их называть, 2 хозяйства не получили субсидии, в связи с тем, что денежные средства закончились. Мы в начале года делаем заявку, ну, под 100%, кто приобретает скот, рассчитываем ставку и представляем субсидии. Вот по мясному скоту было, в этом году мы уже денежные средства освоили, уже 60 миллионов, уже приобрели у нас 2 тысячи голов, мы уже отдали 2190 голов, уже мы денежные средства оставили. Если сейчас кто-то будет приобретать, безусловно, уже денежных средств нет. Конечно, не хватает этих денежных средств. На приобретение молочного направления, мы представляем, там, из областного бюджета 90 миллионов, у нас всегда денежных средств хватает. Если нет, у нас есть условия, скот, приобретенный во втором полугодии предыдущего года, субсидируется в следующем году. Точно такая же субсидия представляется на приобретение молочного оборудования. Если денежных средств не хватает, а вот на данный момент у нас выделено 42,5 миллиона, 41 миллион мы уже отдали на сегодняшний день, осталось 2 миллиона. А у нас еще 2 хозяйства, которые приобрели елочку, нам 40 миллионов, нужно 20 миллионов. Поэтому, как и в прошлом году, будем просить денежные средства опять у правительства. И есть еще возможность, если будет критическая ситуация, они приобрели во втором полугодии, приобретают во втором полугодии текущего года, в следующий год это проходит субсидирование. Спасибо. В зале есть вопросы еще? Да, вот большая недоработка в Министерстве сельского хозяйства. Уничтожается маточное поголовье мясного направления. Раньше мы получали хорошую субсидию на корову, которая привела телка. Сейчас ее там она была в пределах 6 тысяч, сейчас ее урезали до 2 тысяч. Это наша ошибка. Алисович, я вас прекрасно... Слезает маточное поголовье. Нам негде брать бычка на откор. Бычка я сегодня привожу с Каркасии 5 тысяч километров. Но в ближайшее время его там не будет. Что мы будем ставить на откор? Напрашивается вопрос. Я прекрасно понимаю, в чем ситуация. Если мы правильно говорим, у меня 6-5 тысяч мы давали в те годы. В прошлом году федеральные денежные средства были сокращены на 50%. Вот именно на эту поддержку. Вот они увидели в Министерстве сельского хозяйства России, что да, есть рост. Все, они приостановили, пустили на другие направления. Если в позапрошлом году у нас на эти средства были выделены, на это направление было выделено 167 миллионов, в этом году 90 миллионов. 90 миллионов мы их уже отдали. Вот уже все. И у нас в прошлом году было 500 получателей, 510 даже. В этом году мы 211, все, больше денежных средств нет. Поэтому мы писали письмо в отделении дополнительных средств. Конечно, это скажется по голове Матышевым. Я вначале говорил, что у нас мясное поднялось только из-за этих поддержек. Сейчас оно начнет опускаться, однозначно. Ну, денежные, как приоритировались мы на молочное. Молочное это будет с областного бюджета. Если будет возможность, будем идти к губернатору просить. Если будет возможность, конечно, будем с областного, если можно, возможность больше дать. А эти 90 пустить или на племенной жертвенности, или на то же оборудование. Ну, будем как-то варьировать. Ваши вопросы, они нам понятны и ясны, эти все проблемные вопросы. Спасибо большое. Субтитры сделал DimaTorzok